Девушки отдыхают Многие считают, что попугаи способны учить слова, не понимая их смысла, только подражая человеку. Но это не так. На самом деле наши пернатые друзья способны решать даже небольшие лингвистические задачи на уровне шестилетнего ребенка и различать такие слова, как большой, маленький, разный, одинаковый. Да? Скажи, борода. Борода, правильно, понимает? Борода. Ну что, выбирай, чем тебе побрить. Охотничьим ножом? Согласен, слишком по-детски. Может быть, начата? Нет, я знаю, что тебе нужно. Настоящее мужское бритье. Добро пожаловать в барбершоп. Для тех, кто еще не совсем в теме, поясню. Барбер с английского переводится как парикмахер или продаврей. А шоп в данном случае не привычный всем магазин, а салон или ателье. В итоге получаем мужской парикмахерский салон. Барбершоп – это зона как бы мужская. Вот, то есть здесь стрижки, бритье, коррекция там бороды, усов, всего возможного. То есть место, где, в принципе, мужчина может почистить перышки, так сказать, и решить все свои вопросы без лишних глаз. То есть уже к женщине выйти как бы опрятным, свежим, подстриженным и так далее. Никаких сплетен, смешков и вообще пустой болтовни. Девушкам сюда вход закрыт по определению. Это храм мужественности, брутальности и груминга. Если вбить в интернете груминг, то первое, что появляется, это чистка собак, чистка котов и так далее, и так далее. То есть они занимаются своим грумингом, когда они начинают лизать себе лапы и так далее, и так далее, и так далее. Мужского нету. Это современно, это велось только что. И начали это все использовать как мужской груминг. То есть мужчина следит за собой, расчесывается, убирает все свои изъяны, какие бы они ни были, да, за бородой следит, стрижет, бреет и так далее, и так далее, и так далее. Эра могучих, вонючих и тупо волосатых мужчин подошла к концу. Грядет новый век ухоженной бороды, что, кстати, сегодня в России является последним писком моды, который мы переняли у Запада и бородатых голливудских звезд. Она у меня растет, все хорошо, я мою ее обязательно, точно так же, как и волосы на голове. И обязательно все это расчесываю, смотрю, услеживаю где-то что-то, если неправильно торчит, то это, естественно, все это убирается. Если посмотреть в историю, да, то мужчина с бородой – это первостепенное направление, да, мужчина должен быть с бородой. Борода, порода, порода, рода, породу. Вот, соответственно, это настоящий мужской вид, внешний вид, его настоящее лицо. Я считаю, что с бородой мужчина должен быть. Должен или нет – решать, конечно же, тебе. Ну, а если решился, теперь ты знаешь, где о твоей бороде позаботиться как следует. У нас, как бы, комбинированный такой подход. То есть не чисто барбершоп, где тебе машинкой забрили, подбрили, и все, и ты пошел, быстренько уложили. Мы все-таки работаем индивидуально с человеком. И в этом основное, наверное, отличие наше, такой плюс, как мне кажется. То есть мы не делаем наспех, то есть это всегда диалог, общение, индивидуальный подход и аккуратность в деталях, в нюансах, так скажем. Спокойный как удав. Думаю, многие слышали эту поговорку. И хотя это питон, спокойствие действительно отличительная черта этих рептилий. К слову сказать, иногда им достаточно питаться всего лишь один раз в год. И вообще они способны замедлять все функции в организме, задерживать дыхание на 40 минут, уменьшать частоту сердцебиения и отключать желудок. Я думаю, любой лучник позавидует всем этим качествам, неимоверному терпению и выдержке. Ноги в линию стрельбы. Шире поставьте ноги. Так. Еще. Выпрямите руку. Ничего. Вниз. Руку выпрямите и довернитесь вперед. Вот. Все. Теперь под червис довели. Все. И сдергиваем. Теперь вот пальцы расслабляем. Да. Я еще не взял лук, уже устал. Кто бы мог подумать, но лучный спорт способен оказывать физическое развитие не хуже любого другого вида спорта. Или тренажеров в спортзале. Мало того, что на вытянутой руке приходится по полтора часа держать лук. Так еще и при натяжении тетивы в процессе участвует множество групп мышц. Спины, груди, живота и других. И это далеко не все, на что оказывает влияние стрельба из лука. Она учит делать концентрацию, добиваться, потом управлять телом и головой. Когда два часа непрерывной стрельбы, и надо сохранить результат на высшем уровне. А кругом противники, которые тебя хотят победить, очень большая психологическая нагрузка. А когда еще это летом, на солнце или под дождем, то это еще напряженнее. Я надеюсь, что тренируют выносливость, выдержку, терпение, руки хорошо тренируются через боль, через силу, держать лук, потому что очень тяжелый. И тем не менее, это потрясающая эмоциональная разрядка и ни с чем не сравнимый отдых для нашей психики. Просто достает удовольствие, как-то разряжает тело после нагрузки в школе, после тяжелого дня. Но если кто-то подумал, что лучный спорт – это так, постреляет для души, то он заблуждается. Стрельба из лука – это олимпийский вид спорта. И в нашей стране даже были свои чемпионы. Однако сегодня любимое занятие Робин Гуда приходится возрождать заново. Вот, в частности, классический лук. Вот, видим, стреляет девушка. Это олимпийский вид спорта, который в нашей области 20 лет назад был заброшен. И вот сейчас мы его пытаемся развить. Заниматься стрельбой из лука можно начинать с 10-12 лет. И особых предрасположенностей для этого не нужно. Этот спорт весьма демократичен. Однако для серьезных результатов нужны будут долгие и упорные тренировки. Потому что на соревнованиях условия победы невероятно жесткие. Зимние соревнования в зале, 18-метровые дистанции. Вот три таких мишеньки. Можете вот их показать потом. Надо сделать 60 выстрелов и, соответственно, попасть в десятки. И 600 очков набить. Это будет результат международного уровня. Результат вверху турнирной таблицы – это 580, 590. Это первые, вторые, третьи места. А дальше идет 500, ну, по понижающей. То есть начинающей – это 540, 560. Это вот такой средний результат, который в конце турнира на таблице идет. Тянем под чебель. Тяни, 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 тяни. Вот все, нос приложил. Все, и сдергиваем. Да, девятка с четвертого выстрела. Думаю, это очень неплохой результат. А рука, кстати, устала. Уже после четвертого выстрела. Не знаю, как занимаются по полтора часа. Как выталкивать стрелы. Благоприятное воздействие животных на человека не раз доказано учеными. Они способны успокаивать, умиротворять, излечивать технические заболевания, и даже избавлять людей от зависимости. Поэтому пусть единственной твоей зависимостью в жизни будет любовь к этим маленьким созданиям. На этом все. Увидимся через неделю. Джо, 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 посмотрите, посмотрите в его глазки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова